МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Снег, холод, пасмурное небо. 8 марта погода соровчанок не радовала. Тем не менее, праздничное настроение прекрасным дамам помогали создавать сотрудники госавтоинспекции. На площади Ленина они провели свою традиционную акцию и вручили автомобилисткам такие замечательные розы. Вместо привычной ожидаемой фразы в ваши документы в этот день прекрасных дам ждали цветы и теплые пожелания. Я поздравляю вас с международным женским днем, 8 марта. Самого-самого вам всего наилучшего, здоровья, счастья, успехов во всех ваших начинаниях. Ну и, как говорится, ни гвоздя, ни жезла на наших соровских дорогах. Акция «Цветы для автоледи» ежегодно проходит 8 марта по всей стране. Сотрудники ГИБДД останавливают машины, за рулем которых находятся женщины, поздравляют их и дарят им цветы. В этом году в Сарове акция продлилась более получаса, потому что в роли водителей выступали в основном мужчины. Ну, обычно 8 марта, да. Что нельзя сказать о других праздниках, но вот сегодня, конечно, дам было меньше, меньшее количество. Видимо, мужчины отодвинули их от руля, поехали за подарками, кто-то за цветами, кто-то за закусками на праздничный стол. Также сотрудники госавтоинспекции напомнили автоледи о необходимости быть предельно внимательными и взаимовежливыми на дорогах. Пользуются удерживающими устройствами, если в машине ездит ребенок. Екатерина Пенова, Андрей Махмутов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Выглядела она вот так вот. Вот и попробую объяснить артистам хора, как это делается. Павел Николаевич назвал эту комбинацию «нежный осетинт». Хореограф рассказывает ребятам о своем опыте работы с оперными исполнителями и хоровыми певцами во время постановки «Волшебной лампы Алладина» в театре оперы и балета. И таких порой немного комичных историй было немало. «Моя жизнь – это череда удач и анекдотов», признается Павел Самохвалов. С таким режимом работы и непрерывающимся творческим процессом должно быть часов в сутках для него явно недостаточно. Это четко расписанный день, буквально по минутам, когда я четко знаю, что я заканчиваю у вас только-то, чтобы иметь 15 минут перебежать в другой театр, отключиться от предыдущего эпизода и начать решать какие-то задачи, которые ставит следующий режиссер. Классная встреча помогла понять ребятам, как человек приходит в мир искусства, как танец и театр становятся смыслом жизни, как рождается новая композиция. Говорили не только о хореографии, но и на простые житейские темы. Основное число слушателей – воспитанники Анны Козловской. Четыре дня Павел Николаевич работал в Сарове с разными группами студии эстрадной и народной хореографии «Задоринки». Мы были у него на нескольких мастер-классах, получается. Было очень интересно и необычно. Наверное, это тот педагог, который дает нам те умения, наверное, которые не давал никто. Но у каждого же педагога свой подход. И поэтому у Павла Николаевича подход такой через тело. Он учит нас не каким-то определенным связкам, а именно чтобы мы сами думали, чтобы мы сами работали со своим телом, как правильно это делать, техники движения, какого-то дыхания. В завершении беседы Павел Николаевич поделился с ребятами мнением, что чаще успеха добиваются именно середняки. А потому главный ключ к успеху – упорство, трудолюбие, мотивация. Анна Пилипец, Александр Махмудов, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Весенние месяцы – горячая пора для поисково-спасательной группы «Рысь». И не только потому, что именно в это время людей пропадает больше. На протяжении нескольких месяцев добровольцы группы проходят ряд учебных занятий и курсов. Так, в течение трех дней с 4 по 6 марта «Саровская рысь» проходила обучение под руководством наставников из Нижнего Новгорода. Первый день – теоретическая часть. Ребята обучались на старших поисковых групп, на координаторах поисково-спасательных работ, получили знания о ориентировании, как владеть компасом, как использовать средства навигации. Это смартфоны программы «Локус», «Гуру Мапс». Ребята задавали интересующие их вопросы и получали на них уже ответы от опытных ребят-коллег. На следующий день добровольцам предстояло закрепить полученные знания на практике, а именно на вечернем тренировочном лесном поиске. Организаторы постарались создать все условия реальной ситуации. Начиная от информации о пропавшем человеке до дополнительных внештатных испытаний. Все ситуации, которые они будут отрабатывать в лесной местности на поиске, они все могут действительно с ними произойти. Не будет ничего фантастического. То есть действительно то, что может действительно случиться, это кто-то повредил ногу, упал, потерял сознание, вышла из строя навигации. Они должны будут понять, как они будут действовать. И то есть это все попробуют. Поиск начался в 17 часов, а закончился уже в темноте, около 21 часа. Но как результат пропавшего добровольца все-таки нашли. В третий день участники поисково-спасательной группы «Рысь» разбирали ошибки и недочеты поиска, а также проходили «Азимут-квест». Работали с компасом по станциям на лесной местности. А с середины марта «Саровскую рысь» ждет следующая серия учебных курсов. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Четвертый раз накануне 8 марта во Дворец детского творчества пришли папы с сыновьями, чтобы почитать вслух. Веселые, лиричные, немного грустные патриотические рассказы, сказки и притчи, наполненные теплыми словами любви, прозвучали для самых прекрасных женщин на земле – матерей. Важный момент, что первый раз мы использовали при чтении вслух произведения «Саровских авторов». Это Павла Тужилкина и его дочери Юлия. Мне показалось, что очень хорошо прозвучали эти рассказы. Их слушали так с улыбкой на лице. Это важный момент. «Хотя было темно, я знал, что там происходит. Ольга опять куда-нибудь залезла, мама опять обо что-нибудь столкнулась и упала. А папа нервничал и искал Полинку и маму». В этот раз в чтениях вслух приняли участие ученики Центра образования 2-й гимназии, 15-го лицея и других школ города. Для многих из тех, кто был в зале, проект уже знаком. «Они вкусили вот это вот ощущение сопричастности и к литературе, и к творчеству, и к реальной жизни, когда они могут пусть чужими, но добрыми словами сказать своим близким женщинам о своей любви». Следующая встреча в рамках проекта пройдет 10 марта. Первоклассники прочитают слух отрывки из книги Корнея Чуковского «От двух до пяти». Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В спектакле в 15-м лицее – большая школьная традиция, которой уже 22 года. У старшеклассников, которые никогда не занимались творчеством и актерским мастерством, есть возможность получить яркую роль в спектакле. Достаточно проявить упорство и быть готовым много работать. Я сегодня играла роль баронессы Якобины фон Дуттен. Это очень сильная волевая женщина, независимая. Она готова бороться не только за себя, но и за свою семью. Конечно, это отрицательный персонаж, тем не менее, он мне очень нравится, потому что он очень харизматичный. Серьезные олимпиадники, победители научных конкурсов, перевоплощаются на сцене в совершенно других людей. Для зрителей, учителей, учеников 15-го лицея эти ребята стали удивительным открытием. Труд и несомненный талант каждого актера сделали этот спектакль интересным для просмотра. Работать мы начали над ним с осени в связи с сложившейся ситуацией. Обычно мы премьеры выдавали перед Новым годом, но здесь, так как очень медленно работа шла, по два человека, по три человека, то, сами понимаете, растянулись наши сроки, и мы смогли сделать подарок только педагогам по сему марта. Также в преддверии Международного женского дня грамотами Департамента образования и главы города наградили педагогов 15-го лицея за многолетний добросовестный труд. Ульяна Скородумова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Для конкурса «Снежный дорожный знак» Диана и Сабина Демьяновы слепили большого полицейского снеговика. Все как у настоящего госавтоинспектора. Фуражка, дорожный знак и даже код, который осваивает правила дорожного движения. В номинации «Полицейский снеговик» работа девочек стала победителем. Это очень интересный конкурс, очень приятно получать грамоту за какую-то определенную номинацию. В флэш-мобе «Снежный дорожный знак» приняло участие более 100 человек. Дети совместно с родителями во дворах своих домов или на территории образовательных учреждений лепили оригинальные дорожные знаки снега. Фотографии и видео участники размещали в группе ОГИ БДД СОРО ВКонтакте. Основными задачами данного мероприятия было формирование устойчивых навыков на знание правил дорожного движения у детей, а также вовлечение родителей в работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. По словам сотрудников госавтоинспекции, все фигуры вышли удачно. Из 37 работ им предстояло выбрать всего 8. Победителей наградили дипломами и памятными подарками. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Великий пост установили в церкви в память о евангельском событии, когда Иисус Христос сам постился в пустыне 40 дней. Поэтому и верующие соблюдают воздержание в течение этого времени. К 40 дням прибавляется неделя Страстной Седмицы. В это время вспоминаются страдания и смерть Христа. Великий пост – самое строгое время для верующих. Это касается всех сфер жизни. В еде – это ограничение в пище животного происхождения и молочных продуктов. Великий пост благословляется вкушение рыбы дважды. Это на праздник благовещения Пресвятой Владычества Нашей Богородицы и на храм входа Господня в Иерусалим. Во все остальные дни, кроме субботы и воскресенья, мы не вкушаем даже масла. Ну, те, кому по здоровью необходимо масло, мы благословляем масло и даже рыбу. Пищевые ограничения в пост – вопрос индивидуальный, поэтому к нему нужно подходить с рассуждением. Лучше по этому поводу посоветоваться со священником. И, конечно, нужно помнить, что пост – это не диета, а пищевые запреты – не самоцель. Все ограничения в Великий пост направлены на то, чтобы помочь человеку сосредоточиться на своем духовном состоянии. Пост, конечно, совершенно не в еде заключается. Еда – это только фон, телесная помощь душе, возрастание духа для того, чтобы можно было достичь очищения и приближения к Богу. Многие верующие задумываются, нужно ли Великий пост исключать то, к чему так привык современный человек – художественные фильмы и книги, музыку и театр. Но и здесь все индивидуально, ведь что привычно для одного, для другого может оказаться подвигом, например, обратиться от телевизора или компьютера к книге. Но все-таки, как отмечает священник, все вышеперечисленное направлено на развлечение, которое тоже лучше ограничить во время Великого поста. Все-таки в пост – это как бы шаг назад, в общем-то, для тех, кто хочет попаститься. Нужно уметь быть собой, не развлекаясь, не растрачивая свою личность, а не развлекаясь. Именно «раз» – это такая приставка, которая говорит о рассеивании. Великий пост завершается 24 апреля. В этот день верующие отметят праздник Пасхи – Христово Воскресенье. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Более 150 танцев за 14 часов просмотрела судейская коллегия хореографического конкурса «Моби-Дик». Схема состязания была следующей. Участников делили на пятерки, жюри знакомились с номерами первой пятерки, выставляли оценки, затем приглашали следующую. Сложность заключалась в том, что деления по категориям не было. В пятерки попадали коллективы самых разных уровней. Задоринки с волнением справились, тем более, что для конкурсного настроя у них есть свой особый ритуал. У нас есть такой маленький обряд, который всегда придает нам уверенности, наверное. Мы перед каждым номером встаем в круг, держимся за ручки, закрываем глаза и пускаем искрку. И как бы это ни звучало, нам это правда помогает. Очень сильно мы настраиваемся на номер, потом мы стараемся молчать за кулисами. Вот перед номером мы стоим, настраиваемся и потом уже выдыхаем. Оценивали конкурсантов Светлана Лутошкина, Сергей Марченко и Егор Дружинин. Встреча с Егором Анна Козловская шла три года. Это были три года упорной работы, долгих репетиций, регулярных занятий. Старания не прошли даром, коллектив наконец был готов выйти и достойно выступить перед судьей с мировым именем. Больше всего мы репетировали один танец, это не танго, потому что его поставила Светлана Лутошкина, которая сидела там в жюри на конкурсе. Это было очень волнительно, что-то напортачить, сделать не так. Поэтому мы больше всего готовились к этому танцу. А насчет ворона и танец ЖЗГ мы особо не волновались, мы знали, что мы справимся с ними. ЖЗГ – это номеры жизни в закрытых городах. Его автор Андрей Роживин. Танец «Черный ворон» за Дуринком поставил Павел Самохвалов. По судейским оценкам, два танца принесли воспитанникам Анны Козловской по 8 баллов от каждого эксперта, а «Черный ворон» – три десятки. Среди выступающих Саров был единственным с максимальным результатом. О том, что получили гран-при, задоринки узнали уже практически ночью, когда возвращались с конкурса домой. Была, конечно, возможность пообщаться с ними, с судьями, на круглом столе, получить рекомендации. Я хочу сказать, что Егор Дружинин, он абсолютно такой же, как и в телевизоре, так скажем. Он такой же тактичный, легкий, воспитанный, справедливый, строгий, очень грамотный. Вот его слушаешь и прям просто получаешь удовольствие даже от того, как он комментирует какие-то недочеты. Они всегда есть, даже у профессиональных танцовщиков. По итогам состязания за Дуринок также пригласили выступить в закрытом грантовом конкурсе среди лучших хореографических коллективов по версии творческого движения «Левел Апп». Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Это Дивеевская глиняная игрушка. Мы работаем с детьми. А уникальность – это в Дивеевской глине. Три цвета глины мы всегда используем. На любых выставках работы в технике Дивеевской глиняной игрушки всегда узнаваемы. Различные зверюшки, домики, персонажи книг, одиночные работы или целой композиции. Экспонаты отличают особенная цветовая палитра в приятных бежевых оттенках. Галина Котова – единственный мастер в Сарове, который работает в этой уникальной технике. Дивеевская игрушка очень узнаваемая, потому что в этой технике никто не работает. Из-за чего? Потому что только здесь, в Череватове, есть вот эта белая уникальная глина, желтая, терракотовая. Она именно после обжига не получается такой очень красивый оттенок. Галина Котова случайно попала в Дивеевский музей глиняной игрушки. Там ее поразили большие композиции в интересном и новом стиле. С того момента Галина Борисовна стала ездить на занятия к самому мастеру Дивеевской игрушки и за четыре года освоила эту технику. После ряда городских выставок Галину Котову пригласили преподавать мастерство глины во Дворец детского творчества. У меня есть образование художника, но я никогда не занималась глиной. Я не накапливался. Вот я сейчас все отдаю детям. Я настолько вниклась в эту работу. Мне так нравится работать с детьми. Вот сам позитив от детей идет. Работы Галины Котовой Саровский зритель мог увидеть на выставках в Доме ученых, художественной галерее. Не раз педагог проводила и мастер-классы к праздникам в школах города. В прошлом году Галина Борисовна в составе делегации Нижегородской области побывала в Твери на всероссийской выставке-конкурсе «Гончары России», где показала свою композицию «Глиняная песня». Когда мы привозим свои работы на выставку, наши работы всегда узнаваемые. Мы очень часто делаем композиции по каким-то произведениям, сказкам, мультфильмам. В этот раз я предоставила работы по произведению «Агнии Барто». Это «Зайку бросила хозяйка». Я люблю свою лошадку. Они, конечно, интересные получаются в дивеевской технике. В выставке приняли участие более 300 мастеров из 30 регионов России. Лучшие творческие работы отобрали для экспозиции в Тверском выставочном зале, в том числе и дивеевскую игрушку. Также «Глиняное творчество» Галины Котовой вошло в каталог «Кончары России». Светлана Юрунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. 19 лет назад Виктория Шелегина пришла на работу в бассейн «Дельфин». За это время под ее руководством сотни маленьких саровчан сделали свои первые шаги в мир спорта. Многие из воспитанников Виктории Викторовны добились успеха на региональных и всероссийских соревнованиях, стали мастерами спорта. Сама тренер также неоднократно получала награду за свои достижения и работу. А в марте министр спорта вручил ей благодарность губернатора. Награда была неожиданностью. Позвонили за 4 дня до награждения. Было очень приятно на душе, что оценили мою работу на высоком уровне областном. Это было очень приятно. Главное – любить свою работу, считает тренер. Только так можно добиться успеха. Еще занимаясь в училище Олимпийского резерва в Волгограде, Виктория Шалыгина уже хотела стать тренером. Дельфин для нее – это не просто работа. Это и хобби, и важная часть жизни. Под руководством Виктории Викторовны сейчас занимаются 96 ребят. Мы работаем для того, чтобы развить в этих ребятах силу, какую-то храбрость спортивную, чтобы он полюбил спорт не только плавание, но участвовал в других видах спорта, в школе. В совокупности всего мы развиваем детей. Уже с 12-13-летними детьми, нацеленными на высокие результаты, тренеры начинают усиленную работу. Цель – довести спортсмена до училища Олимпийского резерва и лучших московских спортивных школ. Мы должны спортсмена подтолкнуть к высшим достижениям. И если это моя жизнь, я понимаю, что в дальнейшем я буду радоваться за него в другой спортивной школе, что он добился высоких результатов. Я с легкостью расстаюсь и слежу за их выступлением и тренировочным процессом. Также в «Дельфине» занимаются с детьми с поражениями опорно-двигательного аппарата. Более 10 лет тренирует ребят Эдуард Вешкин. Занятие с такими спортсменами требует особого подхода и применения индивидуальных методик. Проблемы со здоровьем не мешают воспитанникам Эдуарда Петровича принимать участие в соревнованиях различного уровня и занимать призовые места. Буквально неделю назад мы выезжали на областное соревнование по плаванию среди спортсменов-инвалидов. Приездило четверо детей. Приехали все в призах. Выполнили взрослые разряды. Вместе с Викторией Шалыгиной и Эдуарду Вешкину вручили благодарность губернатора за многолетний добросовестный труд, высокие достижения в профессиональной деятельности и большой вклад в развитие физической культуры. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Авиамоделирование – вид спорта, где участники соревнуются в конструировании и изготовлении моделей летательных аппаратов, в управлении ими в полетах на скорость, дальность, продолжительность. Мы записываем наше объединение ребят, начиная с третьего класса. Они приходят сюда и начинают изготавливать летающие модели самолетов. Чем старше дети становятся, тем более сложные конструкции они изготавливают, сами их испытывают, участвуют со своими моделями в соревнованиях различного ранга, выполняют спортивные разряды по модельному спорту. Успешное выступление на первенстве России в Смоленске помогло Егору Суслову войти в состав всероссийской сборной. Юноша показал результат – 288 км в час. Побил свой предыдущий рекорд. Физических усилий в основном никаких не прикладываешь. Ты только управляешь этой моделью, но она, конечно, довольно сильно тянет, и это может быть единственной проблемой. Атака – это больше техническая задача, и на это влияет очень много факторов, как подавленный винт, двигатель. Владимир и Сергей Тютины – тренеры команд, а Софья Тютина, как дочка и внучка авиамодельных инженеров, уже в пять лет начала заниматься этим видом спорта. Девушка также вошла в состав сборной команды России в 2022 году. У меня модели скорости. На самом деле я три года летала на пилотажке, то есть это модель, на которой нужно показывать разные фигуры. Изготовление модели – долгий процесс, который может длиться даже больше года, поэтому терпение и целеустремленность сопровождает юных инженеров во время занятий авиамодельным спортом. Ульяна Скородумова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Путь в художественную гимнастику для Ксении Кузнецовой определили родители. Спустя 10 лет свою спортивную карьеру девушка закончила из-за травмы. После этого она ушла в тренерскую деятельность и уже на протяжении трех лет работает в спортивной школе ИКАР. Ксения уверена, что художественная гимнастика помогает девочкам еще совсем юного возраста развивать красоту и изящность движений, гибкость и грацию. У нас есть определенные направления. То есть мы занимаемся хореографией, у нас есть танцевальные дорожки в упражнениях, что тоже развивает женственность. Мы с ними и танцуем, и в принципе с самого детства развиваем. И как многие говорят, что походку сразу видно. Это да, это присутствует и у всех девочек, которые занимаются долгое время. В художественной гимнастике все работает на красоту. Движения, предметы, спортивные элементы, красочные купальники. Окруженные этим с самого детства, девочки вырабатывают в себе чувство прекрасного. За счет всего этого у девочек появляется чувство вкуса и в одежде, и во внешности. И, конечно, это подача себя в движениях. И как раз таки и в жизни это тоже очень может пригодиться. Сейчас новые правила и вводится как раз таки больше красоты, больше танцевальных каких-то движений. Екатерина Колганова пришла в художественную гимнастику достаточно поздно – 8 лет, потому что до этого занималась танцами. После окончания спортивной карьеры Екатерине посоветовали попробовать себя в работе с детьми. Сейчас, будучи тренером, Екатерина вырабатывает свой метод воспитательной работы. Она стремится быть для девочек не только строгим наставником, но и товарищем. Ведь девочка девочку всегда поймет, как никто другой. Хочется дружеских отношений, но и, конечно, чтобы не терялся авторитет тренера. Поэтому я стремлюсь к этому, к дружеским отношениям. Но на самом деле гимнастки, которые, например, у нас уже закончили, мы с ними встречаемся. Некоторые у нас уже работают, поэтому я считаю это достижение как раз таки дружеских отношений. Одна из главных отличительных особенностей художественной гимнастики – это сочетание недюжинной выдержки, силы характера с женственностью, нежностью и легкостью. Конечно, юным спортсменкам это не дается легко, но, наверное, такая характеристика этого вида спорта как нельзя лучше отражает сущность прекрасной половины человечества. Я поздравляю всех девушек и женщин с Международным женским днем с 8 марта. Желаем вам в легкости, красоты, любви и гармонии. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Динара Гаджиева неоднократно занимала призовые места и побеждала на соревнованиях по лыжным гонкам. 9 августа прошлого года спортсменка во время тренировки на лыжероллерах упала и ударилась головой. На Динаре был шлем, но спасти ее не удалось. Областные соревнования этого года посвятили памяти члена сборной Нижегородской области. Мы хотим поблагодарить организаторов этих соревнований, директор школы Татьяна Константиновна и тренера Сидорова Николая Евгеньевича. Спасибо вам огромное, что помните, что всегда на связи с нами, что всегда продолжаете здесь. С напутственным словом к участникам соревнования также обратился заместитель директора по делам молодежи и спорта Александр Михеев и пожелал юным спортсменам быстрых секунд и хороших результатов. В соревнованиях приняли участие 103 спортсмена в шести возрастных группах. Спортсмены приехали к нам из Нижнего Новгорода, ВЫКС, Первомайска, Павлова, естественно, спортсмены города Сарова. Нижний Новгород представил несколько команд, поэтому состав довольно-таки серьезный, солидный. И также в соревнованиях принимают участие члены сборной команды Нижегородской области по лыжным гонкам. Лыжникам предстояло преодолеть дистанции 3, 5 и 10 километров. Первыми на старт вышли девушки 2006-2007 года рождения. Им предстояло пройти на лыжах 3 километра. На финише спортсменок ждали сладкие призы. Трасса немного тяжелая, но отработать ее полностью можно. Сезон прошел уже вполне хорошо. Не все соревнования были удачные, но нормально. Трасса очень хорошо подготовлена, заезд хороший. Все очень на высоком уровне. Трасса была очень хорошая. Приехали лыжи прекрасно. Мне понравилось. Чуть перед стартом, ой, финиш, чуть не упало. Это последнее масштабное соревнование в этом сезоне. И впереди городские состязания, первенство школы, спринт и закрытие сезона. Анна Пилипец, Александр Махмутов, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. В марте юные футболисты спортивной школы ИКАР посетили Сергач, где в течение трех дней соревновались с другими командами Нижегородской области за Кубок Мэра. У этих соревнований статус традиционных. 15 лет назад тренер Алексей Серебров принял участие в первом турнире. И теперь его команду ИКАР 2010 пригласили на юбилейный 15-й турнир, где мальчики заняли первое место. Мы, конечно, стараемся детей вывозить на турниры, но, тем не менее, первых мест не так много в ихней карьере было. Это одно из них, и я за них очень рад. В турнире приняли участие 8 команд. Саровчане сыграли с Чайкой из Перевоза, с Сергачом 2 и одержали техническую победу над командой «Воротынец». После группового этапа в финале ИКАРовцы встретились с Сергачом 1. Первый тайм полностью проиграли вообще. Проигрывали 2-0, но во втором тайме смогли перейти в атаку и забили 4 мяча и вышли в финал. В финале мы встретились с командой из Княгинина. Команда была очень хорошая, сильная атака у них была очень. Почти весь матч на табло держались сухие нули. Но под занавес встречи хлестким ударом со средней дистанции саровчанин Александр Климов забил гол и принес своей команде победу. Эмоции были радостные, кричали. Никто не верил. Мурашки были в финале. Залог такого успеха – постоянные тренировки. Занимаются мальчики 6 раз в неделю, в среднем около 2 часов. Тренировки включают в себя в том числе силовые упражнения, отработка ударов, челночный бег и упражнения для развития скорости, ловкости и растяжку. Есть даже элементы баскетбола. Но главное для юных футболистов – командный дух. Для многих спортсменов ИКАР стал вторым домом, а игроки команды – лучшими друзьями. Я люблю очень свою команду. И мы с ребятами очень давно играем. И у нас уже с ними связка. В планах команды посетить соревнования в Муроме 20 марта. Есть вызов и на турнир в Мордовию. Кроме того, ИКАР-2010 примет участие в летнем первенстве Нижегородской области по футболу и первенстве южных районов региона в зоне Арзамас. Екатерина Пенова, Андрей Махмутов, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.